португальские сказки ленивая жена ходит месяц март по дорогам от селения к селению стучится по окошкам выходите крестьяне в поле пришло время сеять пришло время копать огороды ни одного дома не пропустит так рассказывают крестьяне в долине реки тежу старенький уже март порода седая сколько лет по дорогам ходит долго ли тут состарится одни рассказывают а простаки да малые дети верят что и в самом деле ходит весною от дома к дому для наборода и дедушка март велит всем выходить на работу один молодой крестьянин женился но жена попалась ему такая ленивая ничего не хотела делать неужели тебе не скучно сидеть без работы говорил ей муж взяла бы прялку напряла бы ниток но ленивая жена отвечала и завтра успею нельзя мне сегодня работать у меня сестра именинница и на каждый день была у нее своя отговорка то рука болит то нога то в соседнем селении праздник так прошла зима прошел январь месяц февраль и тот концу успел подойти наконец крестьянину надоело смотреть как жена сидит сложа руки и тогда он сказал берегись завтра первое марта уж наверно старик март тебя не похвалит жена только плечами пожала не боюсь я твоего марта с утра разложу перед дверью циновки чтобы их побелило солнце увидит их март обрадуется и похвалит меня что так радушно его встречаю муж ответил они кажется ли тебе что месяц марта обрадуется еще больше увидев как ты придешь нитки на это жена ничего не ответила до вечера просидела в саду а потом улеглась спать на мягкой постели но муж в эту ночь совсем не ложился он надел старый халат смастерил себе длинную седую бороду взял в руки суховатую палку и потихоньку вышел из дома и вот настала 1 марта жена надела свое самое лучшее платье расстелила перед домом чистые циновки и уселась у дверей нарядная спокойная и очень довольная тем что так ловко придумала обмануть старика марта сидит и ждет скоро ли придет месяц март наконец увидала что к дому приближается незнакомый старик с длинной седой бородой и сразу же догадалась это и есть тот кого она ждет она кивнула стрику головы и учтила сказала здравствуйте сеньор марта здравствуй красавица ответил старик потом посмотрел на циновки нахмурил брови строго спросил а почему это ты не работаешь как же не работаю сеньор марта затороторил в ответ женщина да я глаз не смыкаю ни минуты покоя не видите что ли с позаранку белю циновки она была очень красноречива и могла бы трещать целый час но старик перебил не хитри сказал он сердито не ты белишь циновки их белит солнце а ты сидишь сложа руки но если муж не приучил тебя к работе так я возьмусь за это дело сам так сказал месяц март и в подтверждение своих слов отколотил ленивицу своей суковатой палкой когда женщина пришла в себя старика уже не было она побежала в лавку купила прялку и тот же же принялась за работу возвратившись домой муж увидел что жена прилежно придет нитки и наприла уже большой клубок он сделал вид что удивлен не на шутку и воскликнул ох женушка какая ты умница я вижу ты хочешь встретить старика марта настоящей работы да он уже приходил смущенно ответила жена и о чем же вы говорили с любопытством спросил крестьянин о сеньор март был со мной очень любезен но сказал что больше любит когда его встречают матком ниток они растилают перед домом циновки так ответила она мужу а крестьянин подумал нет не зря ходит месяц март по дорогам не зря стучится в окошке и недаром каждой весной вспоминают его крестьяне долине реки тежу португальские сказки